Всем привет! Меня зовут Лев Коновалов и это телепрограмма «Наша Лига». Программа, рассказывающая о любительском, детско-юношеском и массовом футболе нашего региона. И вот о чём мы готовы поведать вам в этом выпуске. Реванш в молодёжном кубанском дерби. Всё о баталиях весеннего турнира «Подснежник». Как на Кубани готовят судейские кадры. Секреты обучения в школе молодого арбитра. Девушки против юношей. Как футболистки-кубаночки сразились с юными воспитанниками жёлт-зелёных. Середина марта для кубанского любительского футбола. Пора больших надежд и грандиозных планов. До старта нового регулярного чемпионата края остаётся ещё около месяца. А пока что большинство команд шлифуют своё мастерство в рамках традиционного весеннего турнира под названием «Подснежник». Для тренеров эти соревнования – прекрасная возможность наиграть новые схемы и игровые сочетания. И подойти к главным стартам года во всеоружии. На этот раз «Подснежник» собрал под звездомёна 17 клубов со всего региона, которые на первом этапе оказались разбиты на 5 зон по географическому принципу. Баталии группового этапа как раз достигли своего экватора. И одним из наиболее ярких матчей в нынешней неделе стал поединок второй зоны, где третья команда футбольного клуба «Краснодар» принимал на своём поле Курганинский «Олимп». Встреча получилась на редкость богатой на забитые мячи. Горожане сумели отличиться трижды, однако двух метких выстрелов Камиля Закирова и гола Батраза Гурциева «Быкам» не хватило даже для ничей. Гости в этот день были ещё точнее и отправили в ворота соперников пять мячей. Дублями у Курганинцев отметились Дмитрий Шальнев и Зико Милая, ещё один гол на счету Алексея Андрюченко. Не меняя ярким получился и поединок в первой зоне, где встречались команда Центра спортивной подготовки футбольного клуба «Кубань» и дружина Краевой Академии футбола. Оба коллектива были составлены исключительно из ребят 98-го года рождения. В большинстве случаев матчи между этими принципиальными соперниками проходят в равной борьбе и завершаются либо в ничью, либо минимальной победой одной из сторон. Но на этот раз желтозелёные переграли противника во всех компонентах игры и победили с разгромным счётом 4-1. Дублем у команды ЦСП-98 отметился Александр Джумаев, ещё по голову на счету Никиты Никитина и Сергея Короленко. В кадровых проблем не испытывали. Вернулись 5 человек тромированных строй. И поэтому с первых минут был настрой у ребят овладеть территориальным игровым преимуществом, забить быстрый гол, что у нас и получилось. Ещё забили два быстрых. И взяли игру под свой контроль. Единственное, немножко расслабились в конце первого тайма и пропустили со стандартного положения. Ну, во втором тайме уже игра была более спокойная. Могли ещё больше забить, чем один мяч. Поэтому, в принципе, ребята установку на игру выполнили. После поражения с Краснодаром настраивались все очень серьёзно. Всех был настрой. Хотели вернуть должок. Команда хорошая. Просто забили в первом тайме три гола. Поэтому было легко. А так команда хорошая. Ну, а всего четыре дня спустя в рамках следующего тура состоялось и долгожданное дерби. Команда ЦСП-98 принимала на своём поле молодёжку футбольного клуба Краснодар. В первом матче, который состоялся неделей ранее, жёлт-зелёные по всем статьям уступили сопернику со счётом 0-3. И теперь, понятное дело, горели желанием во что бы то ни стало взять реванш. Уже в дебюте встречу хозяевам удалось открыть счёт. Отличился Алексей Сирокин. Однако юные быки ещё до перерыва сумели восстановить статус-кво. Галкибер команды ЦСП крайне неудачно сыграл на выходе. И оказавшийся в нужное время в нужном месте Александр Бутенко спокойно переправил мяч в пустые ворота. И всё же во втором тайме подопечные Дмитрия Катюжанского и Сергея Дороша склонили чашу весов в свою пользу. Поддача со штрафного пришлась точно на голову Сергею Короленко, который неотразимо пробил в дальний нижний угол. Без всяких шансов для вратаря. Итог молодёжного дерби 2-1 в пользу жёлт-зелёных. Но тем временем с самыми активными темпами проходит на Кубани подготовка судейских кадров. В школе молодого арбитра, которая функционирует под патронажем Краевой Федерации Футбола, вовсю кипит обучение нового потока студентов. Под руководством прославленных кубанских рефери Василия Провила и Юрия Чеботарёва, которые в своё время обслуживали матчи самого высокого профессионального уровня, воспитанники школы провели более 10 теоретических занятий, после чего перешли к освоению элементов на практике. В частности, наша съёмочная группа стала свидетелем обучения работы с флагами. Они отрабатывали все элементы, связанные с принятием решения. Это фолл в атаку, фолл в оборону, положение вне игры, угловой удар, расположение при назначении 11-метрового удара, забитый гол, как действие помощника. Он бежит 25-30 метров по боковой линии в середине поля. В общем, необходимые навыки, чтобы... То, что отличает арбитра, грубо говоря, от просто любителя футбола, он знать должен требования и их выполнять по методике судейства. Записаться в школу молодого арбитра теоретически может абсолютно любой желающий. Однако людей, не имеющих абсолютно никакого футбольного бэкграунда, здесь, как правило, не бывает. Очень мало людей, которые просто приходят, по большому счету, с улицы, да, ну и в школе нету такого, да, вы не найдете, наверное, объявления на улице, там, на дереве, что приглашаются слушатели, там, в школу судей. Такого нет. Все это делается по каким-то знакомствам, да, друг от друга они узнают, что есть такое. Они тренировались раньше, они тренируют сейчас, кто-то играет в футбол. Просто они решают себя попробовать в этой профессии. И для многих из нас сейчас, в общем-то, это становится повседневной жизнью, как это стало для меня. Я 8 лет назад закончил эту школу и на протяжении 8 лет уже являюсь судьей. И могу реально сказать, что это вся моя жизнь. Студенты признаются, постигать азы судейского искусства не так-то просто. Причем за эти несколько месяцев их представления о работе арбитра изменились коренным образом. Я скажу, разница огромная, да. Сначала, когда я играл в футбол, был взгляд один, теперь совсем взгляд другой. В свое время я, судя, как сказать, злился на них и так далее. Теперь я понимаю, что во многом был я неправ, тем более возраст и так далее. Понимаю, что это очень огромная ответственность. Но так же все равно интерес не пропадает. Понятное дело, что судья должен быть морально очень устойчивым человеком. В принципе, я готов к этому. Надеюсь, у меня все получится. Среди 28 студентов есть и одна девушка. Виктория Солонина от футбола без ума с детства и даже планировала выступать профессионально. Однако травма Галина Ступа заставила завершить игроводскую карьеру уже в 19 лет. Теперь девушка планирует посвятить себя судейству. Профессия арбитра мне нравится тем, что, во-первых, можно побывать в разных странах, ну, поездить куда-то, даже по Краснодарскому краю, ну, независимо от этого. Ну, так же двигаться в этом направлении, допустим, от самого низшего уровня до высокого. Уже совсем скоро воспитанники школы молодого арбитра получат шанс проявить себя в условиях реальных соревнований. А они будут обслуживать традиционный фестиваль футбола на призы Кровой Федерации, который проходит в Геленджике и Новороссийске. Далее в начале апреля все из них сдадут нормативы по физподготовке, по теоретической подготовке. В случае удачной сдачи этих экзаменов они будут допущены к краевой коллегии судей для обслуживания матча уже юношеского и любительского уровня на краевом уровне. Ну и в завершение выпуска расскажем о еще одном весьма любопытном поединке, который был примечателен своим необычным форматом – юноши против девушек. Воспитанники Центра спортивной подготовки Кубани 99-го года рождения в рамках товарищеской встречи померились силами с футболистками профессионального женского футбольного клуба «Кубаночка». Это не битва между полами, это футбол. Мы используем эти матчи в рамках подготовки к чемпионату России. Весь подготовительный период мы проводим здесь, в Краснодаре. И являясь единственной командой, конечно, нам нужны спарринг-партнеры. И вот мы договорились с Кубанью, с нашими детско-юношескими спортивными школами и регулярно с ребятами играем с разным возрастом, ставя перед собой разные задачи. Стоит отметить, что «Кубаночка» играла далеко не с самым оптимальным составом. Сразу 12 футболисток были вызваны на турниры сборных разных возрастов, а потому, дабы набрать необходимые 11 человек на поле, за девушек даже сыграл один из тренеров – Станислав Морозов. Зато смогла принять участие в поединке Елена Кострева, которая только-только вернулась из Португалии, где представляла сборную России на турнире «Кубок Алгарве». Матч состоял, наверное, более как подготовительный период к старту чемпионата России, потому что всегда приятно, ну, более играть с сильным соперником, потому что была цель отработать свои оборонительные действия, правильное перестроение. К слову, именно Кострева уже на девятой минуте встречи открыла счет. После подачи у Главова изящно подправив мяч в сетку ударом пяткой. Как выяснилось позже, этот гол оказался в матче единственным. Поединок завершился со счетом 1-0 в пользу «Кубаночки». С мальчишками лично мне намного больше интереснее играть, чем против женских команд, потому что, играя с ними, у нас идет быстрый рост, мы более быстрее развиваемся. То есть с ними интересно играть, они быстрее передвигаются, но мы, в частности, быстрее думаем. Впрочем, юные воспитанники футбольного клуба «Кубань» своему поражению расстроились не сильно. Ведь они действовали явно не на пределе своих возможностей, к тому же, как истинные джентльмены старались избегать жестких единоборств. Ну, конечно, мы смягчаем, видите, мы ж мужчины, ну, а так, ну, качество должно быть очень хорошее, мы хотели и выиграть, ну, и поиграть достойно. Мы играли с улыбкой, ну, как сказать, с весельем на лице вот так вот. Ну, так, очень понравилось, они хорошо играют, очень, ну, хорошо владеют мячом, гостаре атаки, хорошо играют головой. Слаженность игры у них очень хорошая, ну, и подсказ на игре. Что касается планов девушек, то у них впереди чемпионат России. Но до его старта у футболиста «Кубаночки» еще достаточно времени, чтобы успеть сыграть против юношей еще не раз. На самом деле в крае женский футбол развивается очень большими темпами, эти встречи стали нормальными, и ребята, девчонки участвуют в командах с ребятами за свои станицы, сельские поселения, муниципальное образование. И девочки, команды девочек играют против мальчиков, у нас есть смешанные соревнования. То есть мы часть большой футбольной семьи Кубани. На сегодня это все, что наша программа хотела вам поведать, но мы продолжаем держать руку на пульсе. Все самое интересное из мира краевого футбола расскажем ровно через неделю. Смотрите нашу лигу. Пока.